Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Четверо украинских военнослужащих получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные войска 37 раз обстреливали подразделения вооруженных сил Украины. При этом 10 раз использовали запрещенные минскими договоренностями тяжелое вооружение. Как сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, вблизи Крымского и Новотошковского боевики 4 раза применили минометы и танк. Обострилась ситуация в районе Водяного и Лебединского. Здесь, по украинским позициям, террористы выпустили 85 мин. По данным украинской разведки, за минувшие сутки один оккупант был уничтожен и двое ранены. Вывести свои войска из Донбасса требует от России Госдепартамент Соединенных Штатов. Об этом в Твиттере написал его официальный представитель Хизер Науэрт. По ее словам, май был самым кровавым месяцем для украинских солдат, защищающих свою страну от российской агрессии. 10 человек убито и 91 ранен. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, отметила Науэрт. Президент Украины Петр Порошенко приглашен на июльский саммит НАТО в Брюсселе. Об этом сообщил генеральный секретарь Ян Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров стран-членов Альянса. Столтенберг также заявил, что санкции против России показывают, что ее действия не останутся без ответа и последствий. Он отметил, что в НАТО нет цели изолировать Россию, но за свои действия по дестабилизации Москва должна отвечать. Я считаю, что санкции необходимы. Так как они посылают четкие сигналы России о том, что если она нарушает международное право, если она посягает на суверенитет и территориальную целостность другого государства, Украины, то будут последствия. Вот поэтому международное сообщество ввело санкции, и я их поддерживаю. И должен сказать, Ильянс сам по себе не принимает решения по санкциям, но члены НАТО приветствовали и поддержали эти меры, так как всему есть цена, и нарушение международных правил не останется без последствий. Мы преданы политической поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность и осуждаем агрессию России. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает пресс-служба украинского министерства. Полторак прибыл в Брюссель для участия в заседании Североатлантического совета в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка». Там накануне начался двухдневный форум на уровне министров обороны страны Альянса. Главные темы – усиление боеготовности НАТО в Европе и подготовка к саммиту, который пройдет 11-12 июля. Перспектива вступления Украины в НАТО пугает президента России. Это лишает Путина возможности проводить военные операции против нашей страны. Поэтому он будет делать все, чтобы не дать Украине интегрироваться в Альянс. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов на 9-м национальном экспертном форуме в Киеве. Он считает, Украина должна делать свое дело – продвигаться в нужном направлении. Мы должны делать свою работу. Мы должны продвигаться в направлении европейской и евроатлантической интеграции, невзирая на российскую говорильню. Я убежден, что изменения в Конституции Украины возможны. Для этого необходимо провести всеукраинский референдум. И в случае поддержки украинцами этого выбора мы должны имплементировать его в основной закон. Я не вижу проблем с этим. Усилить давление на Россию и ввести против нее новые санкции в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и политическими преследованиями, в частности, в связи с противоправным приговором против Романа Сущенко. Об этом говорится в обращении Рады к иностранным парламентам, одобренным в четверг. За документ проголосовали 238 народных избранников. Украинские парламентарии осудили решение московского суда, который приговорил украинского журналиста к 12 годам лишения свободы. Отметили спецкора «Украинформа», обвинили в шпионаже по сфабрикованным уликам. Также Украина готова обменять украинских политзаключенных на задержанных за террористическую деятельность российских граждан, осужденных в Украине. Я еще раз послала на имя специального представителя Российской Федерации в трехсторонней контактной группе эту инициативу со всеми фамилиями россиян, которые находятся в украинских тюрьмах с одной целью – передать их России и освободить наших заложников. Мы ждем официального ответа на официальное предложение Украины. А за наших мы будем бороться. Украина, в отличие от России, своих не бросает. Верховная Рада конституционным большинством поддержала создание в Украине высшего антикоррупционного суда. Это завершит формирование системы органов по борьбе с коррупцией наряду с Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой. За ходом голосования следила Ольга Михалюк. На утреннем заседании Верховной Рады президент Украины. На кону голосование за его законопроект о высшем антикоррупционном суде. В этом зале были проголосованы в том числе и мои законопроекты, которыми создавались независимое антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура. Рассмотрев почти 2000 поправок, депутаты идут на перерыв. В профильном комитете дискутируют о спорных положениях законопроекта. Камень преткновения – право вета международных экспертов при назначении судей. Консультации с МВФ по этому поводу продолжались фактически до дня голосования. Чтобы не было противоречий с Конституцией Украины, сошлись на том, что подает кандидатуры высшая квалификационная комиссия судей. А за соответствие критериям добропорядочности судей отвечают международные эксперты. Решение же принимают на общем заседании. По инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов, вопрос соответствия любого кандидата на должность судей высшего антикоррупционного суда критерием рассматривается на специальном общем заседании высшей квалификационной комиссии судей и Общественного совета международных экспертов. Решение по соответствию критериям принимается большинством от общего состава ВККС и членов Общественного совета международных экспертов, при условии, что за него проголосовали не менее половины членов Совета международных экспертов. После оглашения предложенных поправок в сессионном зале спикер Андрей Порубий ставит законопроект на голосование. Судей будут выбирать на открытых конкурсах. Кандидаты должны быть не моложе 35 лет, иметь опыт работы в юридической сфере, стаж работы судьей не менее 5 лет, научную степень в сфере права или адвокатский опыт не менее 7 лет. Не могут быть судьями те, кто 10 лет перед назначением работал в правоохранительных органах, менее 5 лет назад состоял в руководстве партии или имел депутатский мандат, входил в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок до создания электронной системы Прозорро. Антикоррупционный суд будет выносить приговоры по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой. Под юрисдикцию суда попадают коррупционные схемы на сумму более 900 тысяч гривен или 34 тысяч долларов. Время, деньги. Создание высшего антикоррупционного суда было одним из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша финансовой помощи. Обращаюсь ко всем иностранным экспертам, а это 8 международных организаций, чтобы они как можно быстрее дали нам кандидатов, которые бы могли баллотироваться для принятия участия в общественном совете международных экспертов. Уверен, что все наши международные партнеры будут действовать быстро и эффективно, и это теоретически можно сделать до завершения текущего года. С созданием высшего антикоррупционного суда Украину поздравили в Европарламенте и Венецианской комиссии. Это была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮАИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова